Как адвокат, как представитель Амнистии Интернешнл, как вы оцениваете эти события? На самом деле, в Международном Амнистии в конце 2009 года, я показывал, в Масмеде есть отчет, Международном Амнистии, вернее, доклад Международной Амнистии, который был продолжением предыдущего доклада 2007 года. Они есть у нас на сайте Амнистии МД. Это пытки и другие виды жестокого обращения в полицию. В Молдове это по-прежнему обычное явление, название этого отчета. И в этом отчете как раз перечисляются все пункты, на которые Международном Амнистии обращают внимание. И в конце этого отчета, на обратной стороне, есть рекомендации правительству, нынешнему правительству Республики Молдова, что необходимо предпринять для того, чтобы исключить такие случаи в будущем. Первая проблема, с которой столкнулись правозащитники, те люди, которые были очевидцами нарушения прав человека, или которые были жертвами нарушения прав человека, эти люди подвергались преследованиям со стороны неустановленных лиц. В этом случае в нашем законодательстве есть серьезный пробел, касающийся эффективной защиты свидетелей обвинения, которые могут давать показания против представителей силовых ведомств. Не обязательно это может быть полиция. И кроме того, защита прав потерпевших в случае, если потерпевший является жертвой насильственных действий со стороны сотрудников полиции, в этом случае государство должно обеспечивать безопасность этих людей и защитить их от потенциального давления со стороны тех полицейских, которые приступили к черту уголовного кодекса и совершили уголовное наказуемое действие. Кроме того, есть еще одна проблема, касающаяся того, что в защиту прав полицейских тоже нужно выступать, потому что если полицейский отстранен временно от выполнения своих должностных обязанностей, и наше законодательство должно быть изменено таким образом, чтобы обеспечить заработную плату. Он отстранен от занимаемой должности на время уголовного преследования, но тем не менее ему заработную плату должны платить, и в случае, если он будет оправдан, конечно, ему должна быть реституция. Но, с другой стороны, не нужно забывать и о том, что должна быть реституция или, скажем, реабилитация тех людей, которые были жертвами пыток со стороны сотрудников полиции. И в этом случае государство должно поступать не так, как поступили нынешние молдавские власти, когда было заявлено о том, что им выплачивается какая-то там такая символическая сумма. Я думаю, что в этом случае, если государство до конца не будет выполнять своих международных обязательств в области абсолютного запрета пыток, то в этом случае мы имеем шансы иметь еще целую серию дел, проигранных в европейском суде, если эта работа не будет выполнена здесь, на национальном уровне. И нужно не забывать о том, что есть серьезная системная проблема в качестве работы прокуратуры, потому что обвинять во всем МВД было бы неправильно. Скажем, качество уголовного преследования в этом случае полностью это вина прокуроров, которые должны были вовремя и правильно расследовать эти уголовные дела. И то, что эти дела произошли от дисперсации, скажем так, разделения этих дел, это была тактическая ошибка с процессуальной точки зрения, которая в конце концов может привести к тяжким последствиям для бюджета страны в виде тех сумм, которые люди взыщут через решение. Ошибка чья? Прокуратура? Да, конечно. Продолжение следует. Продолжение следует.